Садоводческие товарищества будут включены в программу социальной газификации. Об этом заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в конце февраля. С учетом заявления президента, теперь газ должен подводиться не до границы СНТ, а прямо к участкам. Магнитогорские садоводы, которые проживают в домах на своих шести сотках круглогодично, с вопросом, как принять участие в социальной газификации, стали обращаться в газовые компании города. Но там их разворачивают. Причина – нормативная база не готова. Галина Демарева живет в этом доме в садах «Дружба» вдвоем с 11-летней дочкой. Дом капитальный, теплый, шлакоблочный, есть прописка. В общем-то, за 11 лет неплохо тут обжились, говорит Галина Сергеевна. Одно плохо – в садах нет газа, а отапливать дом дровами и углем, во-первых, очень трудозатратно. Попробуй каждый день потаскать тяжелые полена и ведра с углем. А во-вторых, на приобретение топлива уходят огромные деньги семейного бюджета. Две тонны угля покупаем по 8 тысяч, 16 тысяч, плюс еще доставка 2-3 тысячи. Дрова три газели – это по 8 тысяч, еще плюсом. У нас выходит около 40 тысяч. Надежда на то, что скоро и к ним придет благо цивилизации, появилась в феврале, когда президент Путин во время послания федеральному собранию призвал включить в программу социальной газификации садоводческие некоммерческие товарищества. Галина Сергеевна говорит, все соседи обрадовались этой новости. В нашем саду самый ближайший дом вот этот живет, с краю там трое человек живут по тем улицам. По второй улице два дома живут, с краю два дома живут на самом углу. Это только вот здесь, на пятачке. А в целом больше ста семей живет. Как бы у нас все хотят газ, все промечтают, ждут это все, чтобы тепло у нас было. Напомню, текущие условия программы социальной газификации предусматривают бесплатное проведение сети только до границ СНТ. Далее жители должны самостоятельно проводить сети до своих участков. Сейчас же предлагается расширить область действия социальной газификации, включить в нее подведение газопроводов до границ земельных участков домовладений граждан на территории СНТ без взимания платы заявителей. Узнав об этом, магнитогорцы стали атаковать газовые службы и обивать пороги районных администраций с вопросом, как стать участником программы и подать заявку на догазификацию. Объехала полгорода, никто ничего не знает. Значит, вы были в газовой службе, да? Да, в трех газовых службах была и в правобережную администрацию ходила. Нигде мне ответа не дали. Торопиться не стоит, говорят в газораспределительных компаниях. На данный момент закон еще не принят. Не выработана соответствующая документация. Только после принятия всех нормативных документов они начнут принимать заявки на догазификацию. После послания сейчас разрабатываются нормативные документы, которые должны пояснить нам порядок действия, взаимодействия с председателями СНТ, с владельцами земельных участков домовладений в СНТ. После выхода нормативной базы будет сформирован порядок действий, как жители обращаться к нам, через что подавать заявки. На данный момент мы работаем по действующим правилам 1547. Изменения в них не внесены. И, соответственно, к нам приходить по догазификации самих земельных участков сейчас не стоит, потому что нормативной базы нет. На этой неделе вопрос догазификации садов обсудили в областном Минстрое. В частности, говорили о том, что Минэнерго России совместно с Федеральной антимонопольной службой ведется подготовка соответствующих изменений в действующее законодательство. Руководству регионов и муниципальных образований поручено провести инвентаризацию СНТ в целях актуализации действующих планов графиков догазификации. Сейчас идет работа по инвентаризации садовых товарществ, которые не газифицированы, которые газифицированы. Составляются планы. Необходимо просчитать, сколько у нас в каждом СНТ садовых домиков, сколько хочет газифицироваться. Через какое время будут выработаны все необходимые нормативные документы, газовики сказать не готовы. Все-таки вопрос решается на федеральном уровне. Но как только появится нормативная база и будет сформирован порядок действий, обещают сразу же сообщить магнитогорцам через СМИ.